пол шестого утра я сейчас сижу и думаю спать ложится мне или не стоит может быть уже не принципиально потом думаешь как так вот откуда села откуда села как по-другому по-другому не как не получается это все не успеваешь потому что столько вот так вот проблем столько дел еще что-то читала приказы что там вы меня выпыпывала в окне насчет какого-то приказа я пока сидела тоже разбирала то что начнется пэра меняют что там с инвалидности снимают короче тоже время папе нашли я тоже была у меня программа была чтобы переделать и пэр не надо было как бы поменять у нас стоит опора для стояния я хотел вертикализатор а сейчас что-то сижу и думаю вот посиделась эти все информации вообще-то вдруг еще тебе еще инвалидность не вот скажу что он с ходунками ходит все значит не инвалид уже нормально пускай живет так что вот так вот не знаю весело 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 нас чем дальше тем веселее в жизни поляюсь поспать хотя бы чтобы перезагрузить голову на следующее чтобы уже уже утро уже день уже уже суббота когда когда жизнь прошла кто знает включение наше ярко как эта песню слушает сразу хватает палку тренироваться нас ольги анатольевна эта песня была я тренировалась под нее яра теперь постоянно тоже здесь подключать на я здесь тоже под нее тренируюсь и яра сейчас тоже у нас я сделал ярко банан какого яблоко банан и здесь вот это маршмеллоу то что мы купили здесь из цельнозерновых правильные ппшные в общем-то у нас не оладушки такие 1 ящики 1 папе ну посмотрим кто как распределимся яйца молоко творог ну все разрыхлитель немножко и что там и вот эта цельнозерновая много давай садись много быстрее я оставляю пошли ну ты хоть пузо тогда в тени о о красавчик ну что давайте поехали украшаться я тут даже ждался дождался дождался не дождался давай но условия у нас яра ходит с ходунками мог быть ему этот сделать спасибо там все лупит по кухне как их боже не то сейчас мне кажется эмоции папа как ощущение совсем другие до ощущения я уж правда потихоньку привыкаю к этим ощущениям это симона вчера здесь все так не с этот не убрала я наверх она оттуда все смаханула а за игрушками ты пошел меня все вещи даже что все не понимаю давайте тупите за игрушку поэтому там грезет на радостях сейчас елка это надо тоже тренироваться быть аккуратным что что сначала посмотри назад назад посмотри сколько еще это как машина парковать да тоже много в процессе процесс что там у тебя папа у яра красивее угол вот честно поверь все как у яра здесь красиво я даже уже снегурку поставил да не бусы вешает уже видишь а ты еще а ты еще все шариками возишься а сима все в стрессу это она все не знает какой получаете ростов чет делаешь молодец давай ну лишь уже принципе даже уже игрушек хватит сейчас надо гирлянда повесить да это огоньки и гирлянда ну у нас она в этом году разносорсная да да раньше мили в прошлом году ее типа по фэншую делать вот он сейчас мы будут сильно подглядывать хорошо сделаете я потом буду заниматься и но это ладно придет время погоняю мужская елка чисто в мужском синий желтый красный и середине зеленый я я вообще не вмешивалась сегодня в их рабочую тут атмосферу процесс ой сейчас папа уже здесь уже третий раз ну что там ну оцените творчество ярослава а ярослав там где-то взмыленный мокрый потный заползавший к думке уже уехали у нас куда-то опять и в поторе уехали хатунки быстро они у вас как-то с ними разобрались творческий беспорядок скажет тряпку не могли даже похолодить но это с них что снег у нас горки при мы где покупали его в саратове это это да за съемка за кадром ну яра я ну чё ты весь скрючился все я захрюкал 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 дохлую кобылу да модель подсадит кривую какую-то дохлую всю худющую с коревыми копытами скажите кто написал это стихотворение про кобылу да ты видела все что это такое и с той стороны да все обои так разодрать вас от такой высоте и 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 а давай пирожок домой да ну там гололед и не чувствуешь ты куда залез наihen отдал ярко Вылази, вылази, выгребай со льда. Давай, 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 давай. Яра, выгребай. Рот закрывай и заворачивай коляску. Еще. Яра, мы дошли. Мы с тобой сделали это. Под коляску заберем, пока садись, сиди. Аккуратно. Вроде не потный. Только спотеть пытался успеть. Восемь часов. Сима сейчас приходит тебе закрывать. Потому что Сима будет получать по жопе. Она залазит вот сюда. И отсюда пытается на нее достать. Мне Мика сказала, надо аккуратно, потому что они вроде елки скидывают. Вы напишите, они такие вещи делают, не делают. Сказали кошке, что вроде они цепляют эти елки. Вот вы говорите, вот, целый вечер Яра, мы еще, получается, физкультурой не занимались. Они пока елку украшали с Андреем. Потом мы ходили в супермаркет с Ярославом. И вот уже Яра здесь уже и головой давился. Уже поревел, уже покричал. И за 10 часов мы еще не лекарства не выпили. У нас опять уже вот вроде вся квартира опять на полу. С Микой, да, Мика осталась у нас. А Яра как этот, бешеный ходит. Ему физкультуру нужно каждый день заниматься, чтобы он не поехал к бабе, да. Ему получается, что он не позанимается и ходит целый день, не найдет себе места. Ходунки таскает по всей квартире. У нас, как всегда, первый час ночи. День еще не заканчивается. У меня даже сейчас, наверное, не получается момента, чтобы брать камеру вот так вот, ну, чтобы какую-то снимать, поснимать что-то как-то. Потому что, в принципе, это все какая-то пока еще вот такая сумятица непонятно. Сегодня сейчас у нас Эмилька осталась с нами. Она решила теперь опять перекрашиваться. Теперь в светлый цвет. В общем, набрала сегодня красок себе. Рассчитывая, что сейчас покрасить. Не знаю, уже первый час ночи. Они пока еще не спят. Яську тоже вот искупала. Потому что как-то вот эти дни мы так это, как это, если остановилась в селечку, из-за телечки, до селечки, в общем, намываешься. А как таковой, вот так нормально, чтобы прямо вот искупался. Парень не получалось. Ну, там уже посидел все. Ну, да, на среде, реально, ничего не могу сказать, но не получается, не всегда получается. Они прямо каждый день, чтобы вот он плавал в ванной. Понятно, да, это? Поэтому врать говорит, что я вот каждый день его тут намываю. Покупаю. Ну, нелогично. На самом деле, мы сегодня походили. Просто, честно говоря, на самом деле, вот я тут скажу, что я очень усталшая, потому что, честно, у меня вот такие дни, наоборот, больше даже выматывают, чем вчерашний день. Видите, я вчера смогла еще, при всем том, что мы тренировались, ходили ходьбой, делали уроки. То есть, я могу себе до 6 утра практически не спать. Ну, то есть, как бы до 5, в зависимости могу еще и не спать. Понятно, что я должна спать. Я ложусь, это не каждый раз бывает. Сейчас уже раньше это было, могу постоянно, постоянно, я могла в 6 лечь, в 8 уже встать на работу и прекрасно себя чувствовать. Ну, в лучшем случае, там, если когда бывало, возможно, в обеде на перерыв, там, полчаса, час поспать. И мне хватало. Или, например, я вот в 9, в 10, в основном, мильку клала спать, с ней засыпала. Часико-два спала, вставала и продолжала дома, по дому делать дела. Ну, сейчас уже, конечно, энтузиазма не столько и сил в организме не столько, поэтому как-то стараюсь, конечно, больше отдыхать. Какие-то моменты. Ну, вот иногда бывает так. Ну, когда, честно, вот, когда мы, в принципе, сегодня получилось полдня, ну, как-то ничего не делали. Но всё равно делали. Где-то разбирала, где-то убирала, где-то подбирала, где-то перебирала, потому что Сима кошкодит. Сима сейчас научилась залазить в бельё. Она там его всё перевернула, вскидывает. Я пару раз просто уже закладывала, ну, так закидывала, потому что нет времени его туда разложить. Я его просто закидала и всё. Сегодня я утром туда сложила, а вечером она нам опять его оттуда всё, она туда пролазит. Ей там мешает, некомфортно. Она начинает оттуда всё его скидывать, в общем. Не знаю, пока вот ничего не опять началось. Ну, я так думаю, всё-таки она адаптируется, успокоится. Ну, как-то уже более так она... То есть она никакой не кусается, нет? У неё какие-то вот такие опять непонятные детские какие-то выходки начались. И, короче говоря, пока вот... Ну, Андрею тоже обещали уже Яське, что мы с утра сегодня будем наряжать ёлку. Мы вот так вот нарядили, даже, честно говоря, не успели донаряжать. Я не знаю, потому что... А, я с Ирой пока немножко поговорила, пообщалась хоть в это время, пока они наряжали адрес Яська, немножко поснимали, много не снимали. Честно, так больше не украшали. Но сейчас вот Эмилия пришла, может, она завтра с Яськой ещё дальше доукрасит. Не знаю, посмотрим. Потому что мне не надо было, чтобы у меня как-то было запланировано ещё вчера поход, чтобы он именно мне хотелось, чтобы именно он по супермаркету и внутри походил. Правда, немножко некомфортно то, что в штанах неудобно. Мне приходится контролировать по-другому. И он надеется на мои руки. Ну, в общем-то, надо каким-то, может быть, по-другому. Для таких целей подумать о другой одежде, не комбинезон, чтобы можно было куртку снять. Он оставался бы в штанах сам. И, ну, то есть, я его, чтобы не приходилось вот это вот стаскать комбинезон на себе. Ну, в принципе, первый опыт неплохой. Будем пробовать дальше. Потом он ещё обратно шёл. Но не весь путь, честно скажу, не весь путь. Потому что мы сначала оттуда выехали. Потом уже ближе вот, ну, то есть, я понимала, с какого расстояния у нас может пойти уже, дойти. Потому что мне надо было, чтобы адекватно дошёл. Потому что Андрей уже был на работе, ушёл. Емелька бы его не тащила. В общем, она как-то так, это ко всему бедное несчастье само, да. Типа ей само тяжело, но она сама по-сему мелкая. Вот. И получается, в принципе, и всё. И вечером вот она вот так вот у нас, Емелька, здесь. Я больше дала ящике, пока мы покушали. Потом, пока они побесились. Он там с этой тачкой, с кошкой. В общем, я вот, честно говоря, я больше намного устала. Потому что надо контролировать. Он на кухню корм притаскивает, её кормит. То, там, стирку устраивает. В общем-то, ему надо чем-то заниматься. Он не может просто так сидеть. Он не сидит просто так, чтобы вот так вот сел. Завис, например, часа два-три сидел, мультик смотрел. У нас такого нету. Он должен что-то платить. Я только пока сюда приду, на кухню здесь убирать. Он уже там в комнате там что-то. В общем, начинает разбор полёта делать. Ему сейчас хочется всё резать. Он нож везде всё время берёт, пытается, чтобы разрезать. Как-то бы там всё-то порезать, приготовить. Типа он распределяет это всё. Ну, в общем, и вот это вот такая движуха, которую уже просто-напросто смотришь, думаешь, к вечеру вот уже никакой. Но помыться его надо было, честно, сейчас купаться. Я говорю, Яра, ты уже воняешь. Нет, если так, честно говоря, всё-таки он парень уже девять лет. И как бы потеет. Там сейчас, на самом деле, ему жарко. Он много очень стал двигаться. Он стал реально потеть. Знаете, он раньше не потел. Сейчас он потеет. Я не знаю, что то ли, может, стабилизируется нервная система. У нас всегда вот этот был дисбаланс. Он с рождения. Или он чересчур сильно потел. Или у него потом, если он не потел, то у него температура поднималась. Но этот термотру надо было сбивать. И только потом он, не знаю, по-саму, вот эта синяя что-то игра. Она играет, не знаю, как она будет на видео. Если что, это не мой ко всему, честно. В общем, вот так. Вот так, что у нас вот так вот день прошёл. Вот таком режиме нон-стопа. Честно говоря, не обещаю. Девчонки, вы обещает, просите, чтобы мы сняли какой-то новогодний, домашний, уютный блог. Честно, в нашей жизни вот она такая. Ну, кто-то по-своему, у кого-то свой уют. У нас такой уют. У нас вот Андрей сказал, что Андрей вообще у нас 1-го числа, по-моему, он 31-го до 8-ми вечера на работе. Вот весь день получается. А 1-го он уходит в ночь. Поэтому он как бы тоже так, знаете, мы даже в принципе, ну, может быть, мы бабулю позовём уже не 31-го, а 1-го посидеть днём. Потому что, ну, 31-го у нас вообще получается, мы с Яськой будем сами, с Эмелькой. Только в ночь. Яра таблетки принимает, поэтому я даже не знаю, как это будет ночь выглядеть и держать его, ну, может быть, до 12-го, начала 1-го. В общем, посмотрим, как оно получится. Вот сейчас он, видите, вроде не спит ещё. Когда-как, когда он отключается от лекарства рано. Иногда нет. То есть, как бы, как оно получится. Ну, не вижу я тапочки, не вижу. Я не знаю, как можно, в чём заключается новогодний уютный влог. Честно. У каждого, наверное, сейчас свой уют. У нас сейчас такой вот уют. У нас нет такого. У нас спартанский больше, как бы, спортивная, больше спортивная такая жизнь, постоянное движение. Я так думаю, что мы 31-го, мы 1-го будем ходить на улице. Какой-то из этих дней, опять же, будет физкультура. Потому что сегодня не было уроков. Значит, завтра надо уроки обязательно делать, и послезавтра делать, и послепослезавтра делать. По максимально, по возможности. Когда у яра нормальное состояние, мне надо с ним всё равно заниматься, продолжать. У нас такая... Ну, как вам сказать, да? Вот эта специфика заболевания. Нельзя сидеть, нельзя ждать. Нельзя вот это... Ну, это получается всё... У нас марку, я уже это говорила, что это, получается, просто выкинутые тупо деньги. Сейчас я начну просто сидеть и выжидать чего-то. Ну, опять же, а чего выжидать? Чего сидеть? Просто сидеть телевизор. А если просто телевизор сидеть, смотреть, то... Чё показывать? Ну, как бы, да? То есть, ну, как я имею в виду, что если просто спланировать, сымитировать, такой постановочный сделать для вас блог с красивой, просто спокойной музыкой, и что мы здесь сидим все в комнате, ничего не делая. Ну, пацан, вы даже если играли... Ну, конечно, мы будем снимать, мы будем снимать... У нас, кстати, вот сегодня тоже посылочка от Иры пришла из Москвы. Вы её уже знаете. По Ленанам блогам Беляевой. Вот. И вот, как бы, да, но пока мы ничего не снимали пока, потому что... А я хотела, попыталась начать. Потому что ещё вот Лена у нас, она нам спортивная. То, что Яська занимает спортивным костюмом, она сейчас нам опять-таки новогодние подарочки. Но, опять же, я... Ну, там только мы померили немножко для Лены, чтобы спокойно... Ну, чтобы знать, что не маленькая. А как таковой вот так вот... И даже вещи большие я больше даже Яське пока не даю. Потому что Андрей говорит, вот, я хотела, типа, пустынка, типа, на Новый год, под ёлочку, подарочки. Ну, то есть, как бы, типа, как поздравления Яське. В общем, конечно, всё равно расскажем. Так что не переживайте. Мы ещё ничего не распечатывали. Так не трогали, не доставали. Потому что хочется, конечно, Яськину реакцию заснять вот, именно, как бы, разово, да. Ну, как не то, что разово, а первоначально. Не уже там наигранную, что просто показать, а просто... Ну, всё равно у ребёнка свои эмоции. Всё-таки вот так новогоднее, что было настроение. Не просто, как, типа, вот тебе посылка пришла, давай, открыли, дальше поехали. Всё, ладно, они сейчас там засыпать пытаются. Это же, не знаю, не пытаются. В общем, пока там я мелько разбудила, тоже она с Яськой. Будем отдыхать, стирать. Миля меня притащила, всё-таки вот, настирала сейчас ей. Она сама легла, уснула. То есть, это Яськина просто... Короче говоря, понавешивали, там, на батарейках. Ещё в машинке белая вещь, и она... В общем, я собрала всю квартиру. Принесла стирать. В итоге я стирала. Ну, ребёнок она... Для меня она пока тоже ребёнок. Мне всегда мама говорила, успеешь в своей жизни ещё увидеть всего, честно говоря. Ну, где-то она была и права. Поэтому тоже не знаешь, как бы, да, сейчас запрягать её всем и вся. Ещё, наверное, в жизни её придётся всё равно, дай бог, чтобы не было. Но какие-то всё равно... Ну, дела-то всё равно у неё какие-то будут. Вот и семья будет, и всё равно будут, и дети, и всё это будет. И всё равно это не бессонные ночи будут детские, когда ребёнок рождается. Всё равно надо, лялька маленькая, ты по-любому не спишь, по-любому, как говорится, и стираешь, и готовишь для своей семьи. Так что ещё успеет. Всем спасибо. Огромное спасибо за поддержку, спасибо за комментарии, спасибо за ваши, в принципе, советы. Очень такие дельные. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok